Снова я продолжаю снимать с этих бешеных улиц Маршрутчик от бога называется В общем, я так же еду сейчас на джипни Когда дождь идет, лучше ездить на открытой Здесь как бы у него карамба там написано Каталамба такие Практически как карамба у пиратов О, полиция Мотобат называется А, там какая-то церемония и там походу что-то там произошло Да, трясет здесь конечно немного Но в городе, в городе на Филиппинах не особо как бы интересно чисто ради экстрима если так приезжать сюда Поэтому я сейчас еду за город Драйв Он зазывает там короче, типа сядет или не сядет Повезет короче там Останавливается везде Короче даже не это самое Ну неважно, тут установки вообще как-то таких нету То есть люди стоят, он просто тормозит, кричит куда едет Вот, они там кому надо запрыгивают Вот есть местный рынок Автобус вот там ходит Или более комфортабельный, как видно Вот он там зазывает еще один То есть всякие трафик-контроллеры здесь стоят Они контролируют это все Деятельность этих маршруток А вот драйв Это у нас эти Самопальный такой Самопальный такой Из китайского мопеда Написано Suzuka Зато не шаг спортивный Прям такой рев Сзади дверей нету При желании можешь на ходу Вот такси стоят, что там, куда едете, сколько стоит, грубо говоря, практически все в рублях, так что. Максимальный проезд 43 рубля. Как ни странно, у этого джипни, в принципе, внутренне это выхлопными газами не так воняет, как у других действий. Но от заправки. Так, что там двигается? Видишь, люди все заходят и заходят. Павло говорит, давай там кому-то зашел. Такие вот интересные, и везде висит no smoking. Так, ну ладно, до связи. А я продолжаю путешествовать. В какой-то берегушке в Мабухане. Провинция Батангас. Здесь вот такие вот рейки ездят. И разные мопеды тоже. То есть мототранспорт здесь очень развит. Запах на улице такой, ну, может быть, здесь просто куриная ферма такой, значит, с тухлыми яйцами. Моняет, в принципе, но это еще нормально, то есть на некоторых местах, как бы, другие какие-то могут быть запахи. Поэтому, если вы будете вот в таких провинциях, ну, советую вам особо не подать в обморо таких запахов. А я продолжаю снимать. Вот мы едем сейчас через джунгли. Там бы на одной, на станции нам сказали, что автобусы, вот, куда нам надо уже, на три недели как не ходят. И туда какие-то другие маршалы. Это есть из других мест. Ох, ближайший полицейский был. Вот. И поэтому мы сейчас едем в другое место. Ну, а здесь вот такая вот деревушка. Небольшие магазинчики, типа рынок. Вот. Грузовикам пьезы запрещен туда, вот там, естественно. В принципе, здесь в основном трайки и вот эти джипки. Транспорт. То есть, вот, микроавтобусы такие очень редко ходят. Их большие, большие автобусы, тем более. О, вот, петушок там сидел. Здесь очень популярные эти бои петушиные. Там, где привязывают им еще шпоры такие острые. И они начинают сражаться. А вот порт Батангаса. Очень большие корабли. Здесь, ну, как выход в океан. Вот там видно. Паромы стоят. Эти транспортные. Вот мопеды привезли новые. Только вот, даже это, пленки. Это с китаем. В основном товаров очень много. Китайских и много товаров из этого. Ну, а из Америки тоже везут. Здесь разные вот компании транспортные. Мусы из контейнеров склады. Портовые зоны, где разгружаются все эти. И вот, опять лежащий полицейский. Это сделано специально, чтобы тут не гоняли. И дороги здесь более-менее ровные. И люди, бывает, там гоняют. Положим пока так. Вот, заколебался немного. Если не таскаться. Да, продолжаю снимать. Вот там, и дальше. С левой стороны, там находится какая-то театрная зона. Где заборы в колючей проволоке еще. Ведено это все дело. И какие-то жилые дома, я не знаю. Может там регуляция какая-то или еще что-то. Здесь рядом попережье, в принципе, может это быть какое-то, ну, поселение, деревня. А дорога, вот проезд закрыт. Для того, чтобы вот эту платную трассу. Люди не могли выехать. Бесплатно. То есть, чтобы сюда попасть, нужно денежку заплатить. Вот. А так как на Филиппинах денег не особо много. У людей не пытаются всеми методами попасть на платную трассу за бесплатно. Поэтому мы сделали такие заборы. Вот. Примерно. Это, типа, сто двадцать пятки. В основном, здесь самый популярный, это сто двадцать пять кубов. Практически у всех они. Здесь двести пятьдесят три кубов. А вот там девяносто есть еще, да, там девяносто кубов. И сто двадцать пять кубов, это самая популярная. А это вот тоже какое-то, типа, посольство или что-то в этом духе. Администрация. А, ну вот это вот, да, главная администрация здесь у них находится. Деревья какие-то странные. Похоже на рябину. Красное, но... Сейчас май месяц. И они уже, кажется, наверное, не понятно, с чего вот так. Вот так вот люди отдыхают здесь вот. На этом... На газончике. В принципе, тут везде вот такие газоны. Не знаю, их стригут или нет. И так уже само оно вырастает. Хотя, скорее всего, стригут. Потому что в джунглях там прям, ну, высокое очень достаточно. Окей, мы ехали мимо. Там пустые джунгли были. Очень высокое было. Вот. Как бы, как... В отличие вот от этого... Называется... Да. Джипни, да. Вот этот автобус, он не имеет маршрута, но как такового, прямого. Он и едет там, где людям надо выйти. То есть, просто по пути он заезжает в разные города, деревни и высаживает людей. И джипни же идет по маршруту. И если людям надо, они садятся. И людям надо выходить на именно маршруте. Вот так вот. Ну, а мы едем дальше. Вот эта автострада пошла платная наверху. Вот парни вот так вот ездят на таких вот трайках. Вот, кстати, в России почему вот не сделать такие вот трайки очень удобно и достаточно дешево обходилось бы это все. Да, конечно, не каждый поедет на таком, но все это как бы со временем можно привыкнуть, в принципе, к чему нет. Ну, вот, двоих-троих людей это подвести как такое частное такси, в принципе. Очень удобно, я бы сказал. И более безопасно, ну, знаешь, что не перевернется он, потому что там устойчивость лучше, чем у мотоцикла. То есть... Здесь вот продаются разные, вот написано, вот домики там, места разные там, типа, для продажи. Рынки, вот, места на рынках и так далее. Вот. В принципе, цены такие же, как в России, ничем не меньше, не больше. Ну, естественно, на фрукты, конечно, есть подешевле цены. Вот. Всякая мебель, всякие там бытовая электроника, там все, все так же стоит. Но зарплата здесь, как сказать, ну, пониже, чем в России, конечно. Где-то процентов на 30, наверное, так, ниже, чем в России средняя зарплата. Ну, как бы, ну, люди, сами все делают. В основном, как бы, здесь вот, вот, все эти джипи, все эти трайки, все это вот для дома что-нибудь. Там много очень ручной работы. Все это как-то, все старое, очень такое, самодельное. самодельно поэтому в принципе здесь как бы кастомщиков очень много занимается всякими этими сваркой и так далее поэтому если у вас есть желание можете сюда при заняться кастомом тоже также тюнинг автомобиля любит очень тюнинг там всякие ну все до связи будет еще что интересное обязательно включила уже в другой маршруте пока мы сядем по катушке весь день сейчас закрепим камеру чтоб не слетело мы едем по такой вот типу дачи дачной деревне бананы растут разные деревья тропические очень интересно вообще там вот пальма виднеется и всякие фазенды тут у людей дорога более-менее хорошая лучше чем в городе даже а вот здесь вот видите такие поля готовят видимо для постройки еще что-то и вот там вот видно такие эти блестят как их называют карнавальная такая мишура здесь вот разные фестивали карнавала выстраивают и вот их ну вижу сегодня тут идет там чемпионат какой-то по боксу и выступает значит этот филиппинский какой-то боксер и значит во всех практически деревнях есть такие открытые типа спортбары и там люди сидят и болеют за боксера за своего вот welcome феста 2015 ну вот пошли уже тут крупные джунгли практически много очень лесов гор там вот дома в горах стоят вот здесь как бы это самое мы сейчас едем примерно еще минут на 40 надо будет ехать вот и потом приедем как раз туда уже ну как бы на как он называется то это типа отдельный комплекс там такой у поколова в море в принципе другого транспорта здесь нет поэтому добираться только вот на эти на маршрутках так в принципе интересно достаточно у них тут всякая постройка пух сегодня воскресенье сегодня школа не работает поэтому как бы люди вот где тут места где школы достаточно быстро Ну, будет еще что интересное, я вам обязательно включаю до связи